всем привет меня зовут катрин байер и сегодня я дежурный пекарь на телеканале еда и сегодня я буду делать вишневый пирог и сегодня мне будет помогать форма для выпечки от бренда мистер сковородкин катрин байер шеф-кондитер уже много лет и до сих пор любит свою работу а все потому что для катрин большое счастье видеть какое удовольствие получают гости от ее выпечки и десертов и в общем то такое простое теплое да вот такая выпечка пирог с вишней пирог с капустой вот как правило все такие вот названия они всегда очень сразу располагают к теплу какому-то уюту на самом деле немножко необычный рецепт я очень люблю так скажем копаться в старых таких вот записных книжечках и недавно была у одной подруги в гостях и как раз она показывала мамину такую книжечку рецептов я уж не знаю с каких с каких лет но там нашла вот этот рецепт и он забытый достаточно но при этом так как его попробовала сделать это безумно вкусно это очень красиво и поэтому сейчас вам покажу начну я с приготовление начинки потому что хотелось бы чтобы она немножко остыла до того как я положу ее на тесто для этого конечно же раз пирог вишневый я взяла вишню замороженную и сейчас я туда добавлю сахар и поставлю на плиту буду ждать пока она закипит у меня сегодня вся посуда от бренда мистер сковородкин это очень симпатичная посуда и очень удобная и так вишня прямо сюда если она может быть у вас прямо замороженная она может быть уже размороженная то есть абсолютно без разницы потому что сюда немножечко добавляю водички чуть-чуть и ничего у меня не пригорит и тем более сейчас я сразу насыплю сюда сахар а он будет тает с ягодой и соответственно образуется еще жидкость и пока вишня закипает я в общем-то могу заняться приготовлением теста тесто здесь достаточно такое многофункциональное я имею ввиду что само по себе это тесто можно использовать вообще для различных начинок не только для сладких можно и для каких-то сытных пирогов его тоже вполне использовать то есть она без дрожжевое она получается с прекрасно хрустящей корочкой и соответственно она очень пластичная с ним очень удобно работать поэтому если захочется сделать какой-то большой просто пирог именно в форме то есть очень советую приготовить вот такое вот базовое тесто во первых она очень классно хранится в морозилке то есть его можно принципе делать впрок и доставать в любой момент и помимо этого то есть она подходит она универсально она подходит как для сладких так и для сытных пирогов поэтому здесь сейчас я беру сливочное масло 90 грамм сюда же добавляю сразу всякие сыпучки это щепотка соли 8 грамм разрыхлителя сюда же добавляю сразу сахар то есть все что сыпется все что сыпется все сюда и так как я буду делать сладкий все-таки пирог я добавляю сюда немного ванильного сахара тоже буквально там чайную ложечку 10 грамм и сюда я насыпаю муку муки 260 грамм и сейчас моя задача это растереть масло со всеми сыпучими ингредиентами все это растереть в крошку масло желательно брать комнатной температуры и так сейчас вы мой руки в этом не поможет средства для мытья посуды от бренда джун да так желтки от белков мне нужно отделить белки тоже не пропадут в этом рецепте так что он такой как сказать для рачительных хозяев аккуратненько отсюда белочек желточек вернее белочек остается всем белок я буду использовать позже и так сюда же я добавляю сметану и так 3 желтка 60 грамм сметаны и снова я это замешиваю все руками то есть тесто должно собраться в плотный эластичный комок если слишком плотно то тогда можно добавить немножко воды соответственно если не слишком плотно тогда нужно будет добавить немного муки то есть тесто не должно вот сейчас уже вот замешивая но как раз а все отстает от стеночек стенки на миске чистые и при этом по плотности вы должны понимать что вы его легко можете раскатать прям вот так вот замешиваем и чтобы было удобнее его подмешивать она не прилипает к столу все все крошечки вот так вот можно подобрать все то есть вот она прекрасно эластичное тесто я понимаю что я его легко могу раскатать то есть мне не понадобилось дополнительно не муки не воды и сейчас мне нужно взять один маленький кусочек небольшой буквально ну не знаю с кулачок тесто и а этот кусочек теста отправится в морозилку потому что мне понадобится потом его натереть на терке вот для такой вот крошки это для декорирования и для того чтобы брать в морозилку мне понадобится ну не знаю во что-то завернуть бренда джунда кстати очень большой ассортимент продукции и вот как раз пекарская бумага от этого бренда мне прекрасно подойдет для того чтобы убрать этот кусочек теста в морозилку и как я уже говорила тесто прекрасно это хранится в морозилке до достаточно длительный срок поэтому вот как раз упаковывая в бумагу пекарскую да и можно хранить таким образом в морозилку так это тесто немного в сторонку его не нужно не накрывать ничего а в сторонку она отправляется просто потому что закипела вишня я могу наконец-то доделать начинку а тесто подождет она с ним ничего не случится она не заветрится не растает не растечется и не забродит вишни кипит мне нужно ее затянуть крахмалом и так буквально две столовые ложки крахмала нужно что то сего добавить немножко воды чтобы он стал такой вот ну кашицы и сейчас пока вишня кипит я просто вливаю туда тонкой струйкой крахмал то есть так как я добавила водички уже сразу когда поставила вишню варить чтобы ничего там не пригорело и все было хорошо и добавляю сюда еще немножко воды то есть в общей сложности в рецепте 60 нет миллилитров воды все то есть крахмал затягивает моментально начинка готова я даже доставать ее отсюда но перекладывать другое место уже не буду пускай она стоит она готова она ждет пока я сейчас подготовлю форму до для соответственно для того чтобы выложить начинку сегодня я использую посуду от бренда мистер сковородки посуда сделана из литого пищевого алюминия и соответствует стандартам качества и безопасности долговечное и прочное антипригарное покрытие позволяет готовить без масла у посуды от бренда мистер сковородкин большой ассортимент и богатая цветовая гамма загляните в их ферменные магазины или на сайт и вы сами в этом убедитесь я взяла форму для выпечки с антипригарным покрытием это универсальная форма в которой можно приготовить и ароматную выпечку и какое-нибудь сытное мясное блюдо и так тесто не пристает ни к столу ни к чему поэтому его можно раскатывать прямо на столешнице и моя задача сейчас соответственно его положить на эту форму то что тесто вот так немножко подрывается при ну растягивание при раскатывании в этом ничего такого плохого нету это нормально ну так как форма у меня такая не маленькая поэтому сейчас мне нужно проверить смогу ли я это все поднять потому что хоть она и не прилипает но мне же нужно просто аккуратно положить это на форму вот в чем дело поэтому для того чтобы вот так не мучиться можно взять лист пекарской бумаги и тесто раскатывать прямо на ней так замеряем еще немножечко у меня пекарская бумага от бренда джунда и сейчас все бумагу убираю и поправляю здесь смотрите тут и сразу образовалась там трещинка ничего страшного нет пока пирог не готов это все прекрасно исправляется здесь вот очень хочу что бортик вот так остался поэтому сейчас немного подровняю немножечко то есть я ничего ну как бы такого специального не делаю про сейчас бортики выравниваю для того чтобы они у меня были одинакового размера поэтому здесь вот излишки я просто сниму все так же если где-то образовалась какая-то дырочка что-то вам не нравится все можно во-первых закрыть во вторых либо остался такой кусочек теста вы просто ну жалко же выбрасывать можно вот так же сюда же интегрировать все подготовлено тесто в форме я сейчас на него выкладываю начинку начинка еще теплая поэтому я это буду делать но для того чтобы опять таки не сразу кучу вывалить вот в середину ему это так можно сделать если начинка будет холодная но так как она у меня еще теплая для того чтобы она не растопила моментально тесто в середине то есть я выкладываю и называется импульсами то есть просто по немножко по всей поверхности получается достаточно равно равномерный слой во-первых выкладывается и ты сам того не замечая у тебя получается все очень аккуратненько полтора-два сантиметра вот такой слой начинки потому что вдруг вы решите сделать его не вишневым а например клубничным вы также возьмете замороженную клубнику точно также подварите и у вас уже получится клубничный пирог так тоже можно делать можно использовать любую ягоду замороженную которая вам нравится то есть вот эта заготовка пока оставляется в стороне потому что сейчас будет как раз вся эта начинка закрываться шапкой чаще всего просто вы наверное бы подумали что это просто взбитые белки мы закрыли все это вместе запечем и все но нет есть еще один ингредиент в этих взбитых белках которые вам очень понравится и по составу и по вкусу потом и так белки сахар немного ванильного сахара для аромата крахмал и йогурт то есть обычно густой йогурт можно заменить его сметаной жирненькой если что вот такие ингредиенты мне понадобится для шапки но так как я буду взбивать сейчас белки мне этой миски немного маловато поэтому придется все-таки воспользоваться большой но я бы не замешивала тесто поэтому буду мыть у меня сегодня на кухне есть гель для мытья посуды от бренда джунда это универсальное средство с гиалуроновой кислотой я могу помыть не только посуду но и овощи и фрукты ведь иногда овощи или фрукты недостаточно просто сполоснуть водой это средство подходит для мытья детской посуды и принадлежностей у бренда джунда есть гели с разными ароматами я сегодня выбрала с ароматом сакуры пенится прекрасно пахнет замечательно вообще слушайте и вообще вот раз и все и жирная миска уже у меня отмылось все чистенько все все чистенько до скрипа теперь сюда отправляю белки то есть это белки которые остались от замеса теста то есть в тесто ушло три желтка за счет этого тесто будет рассыпчатая ну не только за счет этого зато за счет того что мы вымесили хорошо и рецепт такой уже отработанный но желтки тоже в этом поучаствует белки не пропадают а белки как раз будут использованы для шапки и так начинаю взбивать белки и потихоньку засыпать сюда сахар 3 белка 100 грамм сахара и 10 грамм ванильного сахара я добавил для аромата взбить нужно вот до такой стойкой меренги и сейчас сюда я буду вмешивать йогурт у меня густой йогурт можно заменить это сметаной жирный аккуратненько лопаточкой перемешиваю теперь сюда же добавляю крахмал ведь я разделила просто крахмал то есть частями ввожу и йогурт тоже ввожу частями для того чтобы масса осталась у меня максимально наверно воздушный поэтому стараюсь сделать это аккуратно то есть перемешивать уже не венчиком именно очень советую делать этот лопаткой потому что венчика можно все это вот совсем совсем сбить всю пышноту которую мы добивались взбивая меренгу и снова крахмал вообще для выпечки очень советую ну по поводу крахмала были вопросы какой крахмал можно использовать какой не стоит честно сказать в кондитерском мире да и причином чаще всего используется все-таки только кукурузный крахмал не картофельный это объясняется тем что при иногда при некоторых соединениях картофельный крахмал может давать синий оттенок это первое чтобы не углублять вас дав химические процессы всякие такие сложные и второе картофельный крахмал может иногда опять-таки при некоторых химических процессах дать небольшой привкус поэтому с кукурузным крахмалом такое не происходит он всегда остается одного цвета одной текстуры и соответственно он не дает никакого вкуса вообще то есть он работает только как связующие и так шапка который будем покрывать вишню готова и всю вишню покрываю такой вот массой то здесь вообще по сочетанию по вкусу сочетание вкусов очень классно то есть вот это вот сливочность от йогурта при этом сейчас стоит потрясающий запах как будто сметанного крема и при этом он насыщена воздухом вся эта масса да за счет взбитой меренги и аккуратненько мы тоже эту массу тоже выкладывают дать частями небольшими просто таким образом покрывается все великолепно равномерно ровно не надо ничего потом размазывать не надо ничего стараться выправить и вот очень советую когда начинку да нужно разогнать краям что все таки не делать движение в сторону края прямо для того чтобы его замазать а просто достаточно вот такими похлопываниями делать по серединке и соответственно масса распространяется расходится хорошо краям вас тогда все ровненько аккуратненько и соответственно вы получаете такое эстетическое удовольствие еще в приготовлении так все вишня закрыта и теперь тот кусочек теста который я убирала в морозилку его нужно достать и его натереть на терке даже она не совсем застыла но все равно это можно сделать и здесь нет задачи полностью засыпать эту массу нет то есть мне нужны просто небольшие вкрапления на этой массе поэтому я вот так вот его посыпаю то есть это такой какой-то вот родственник чизкейка получается такая сливочная масса на залиты толстым слоем начинка вот сверху практически штрейзель тоже же сладкая крошка по сути по своей то что ну вот этот кусочек мне даже не понадобилось потому что вот именно вот так слегка присыпать этого достаточно потому что мы вернее я декорирую таким образом этот пирог а ни в коем случае не засыпаю все пирог я ставлю сейчас в духовку на 170 градусов выпекаться так как толщина большая он будет где-то приблизительно ну 35 минут наверно точно ну и напомню что форма у меня от бренда мистер сковородкин поэтому в своей выпечке я уверена и вот такая красотища получилась на самом деле пирог простоял в печке вообще 25 минут 25 минут вот на такой объем и пирог был готов но очень важная для именно для этого рецепта дать полностью остыть поэтому как раз получилось промежуток как я и говорила минут сорок да потому что как раз пирог схлынул да то есть жар с него ушел шапочка немного осела и я спокойно его могу нарезать а еще хочу обратить ваше внимание то что в этой форме то есть как бы да у меня сегодня помогает мне форма от бренда мистер сковородкин можно не только выпекать но и также подавать прямо в этой форме потому что это очень красиво вот и сейчас сейчас соответственно да то есть как бы форма у меня летая поэтому мне нужно вытащить отсюда эту красоту вытаскивать не обязательно но я просто хочу показать вам срез и для этого мне нужно будет ее вытащить неотъемлемый помощник для пекаря это пекарская бумага конечно и сегодня мне помогает пекарская бумага бренда джун да поэтому я накрываю почему накрываю бумагой сейчас объясню просто поверхность пирога она немножечко липкая поэтому для того чтобы у меня сейчас не осталось все это на тарелке да все-таки осталось красивым я накрою бумага то есть защищу накрою одной тарелкой выходили все форма чистая пирог соответственно полностью то есть форма даже можно не мыть честное слово вот она чистенько аккуратненько и все как было так и осталось и возвращаю всю эту красоту уже на блюдо сказано которые хочу подавать и сразу с тарелкой потому что естественно я не только покажу срез но еще и попробую так ну и сейчас будет прям самое красивое из всего сегодняшнего приготовления это тогда когда вырезаем кусок на тест и вот такая красота получается это очень красивый пирог и соответственно и он очень быстро делается его можно делать с различными вариациями начинок получается с любой ягодой которая вам нравится но все-таки сочетание вишни хрустящего теста и вот этой вот потрясающий сверху шапочки самое лучшее во первых это очень вкусно вот это шапка которой мы покрывали вишню я покрывала вишню то есть битые белки вместе с йогуртом вместе после выпечки дали эффект как будто такая нежная сверху такая творожная начинка кислая вишня рассыпчатое тесто в общем не передать словами как это вкусно поэтому иногда в старых забытых рецептах можно найти настоящее сокровище и кулинарный шедевр поэтому очень вам советую попробовать этот рецепт ну а с вами сегодня была я катрин байер дежурный пекарь на телеканале еда